Доброе утро, судебные приставы. Дверку откройте, пожалуйста. Это вовсе не доброе утро для должников по алиментам. Сегодня на них объявили охоту сотрудники службы судебных приставов. В канун Дня защиты детей офицеры еще раз обходят нерадивых отцов и матерей и напоминают, своего ребенка нужно содержать до 18 лет. Таков закон. В интересы Андрея Андреевича не входит собственный ребенок. Мужчина должен 140 тысяч рублей. Отдавать не спешит, от приставов скрывается. 50% должников по алиментам ведут асоциальный образ жизни, не хотят трудоустраиваться, не хотят никак помогать своим несовершеннолетним детям. Другие 50% ищут возможность оплатить задолженность, трудоустраиваются, заключают договор с бывшими женами. В этой квартире живет очень предприимчивый отец. Каждый визит приставов он отрицает, что его зовут Михаил и что он должен ребенку кругленькую сумму в 450 тысяч рублей. Возвращается вопрос о привлечении вас к уголовной ответственности. На каком основании? За неуплату алиментов. На каком основании? Он не Логинов, он Лебедев и Андрей, этот Андрей. Паспорт ваш предвещает. Нет, не паспорт, ему надо выправлять. Мужчина не работает, живет с матерью. Она за сына всей душой и всем сердцем. Готова даже обманывать сотрудников при исполнении. Я вот его мать, вот я мать, вот, вот я мать, забирайте меня, он за мной ухаживает. Михаил Александрович, проедете с нами? Женщина? Я не поеду. Он не Михаил. И тем не менее вопрос идентификации личности не стоит. На руках у приставов подтверждающие документы. В следующий визит мужчина отправится в полицию. Дальше его судьбу решит суд. Когда судебный пристав должника все-таки каким-то образом находит, привлекает его к административной ответственности, чтобы избежать уже уголовной ответственности, вот бывают такие моменты, когда должник идет на попятную, теряет документы, утверждает, что он это не он. То есть какие-то вот такие вот уловки у должников есть. Нет, конечно, это не спасет. В банке исполнительных производств судебных приставов 6 тысяч документов по алиментам. Суммы от 10 тысяч рублей до полутора миллионов с должника. У сотрудников ФССП взыскание в пользу детей в приоритете. Александр тоже не претендует на звание отец года. Мужчина приставов не рад. Его мучает сильное похмелье. Буквально вчера он провел много часов в отделении полиции за пьянку. К визитам людей в погонах он привык и принимает гостей без эмоций. Вы здесь распишитесь, пожалуйста. В копию акта получил дату подпись. В прошлый свой визит приставы арестовали имущество должника. У Александра было 20 дней на то, чтобы самому продать технику и вырученные деньги внести в счет погашения долга. Мужчина этим правом не воспользовался, поэтому телевизор забирают приставы. Примерно 1000 рублей из 350 тысяч долга. Капля в море. Но это не единственное наказание для нерадивого папаши. 5 июня его ждет суд. Будет решаться вопрос об уголовном наказании. Самое страшное, это, конечно, если должник также не уплачивает элементы, мы привлекаем к административной ответственности. У должника есть возможность изыскать денежные средства, приступить к погашению задолженности. Но если этой возможностью он не воспользуется, за ответственность уже наступает уголовная ответственность. Привлекаем по 157 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Чаще всего алименщики получают исправительные работы в качестве наказания за неуплату. Но есть случаи, когда должник-рецидивист отправляется в места заключения. Среди тех, кто не хочет содержать своего ребенка, есть и женщины. Но мужчин все же больше. Примерно 90% в 10. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.